Для этой молодежи визит в дом престарелых важнее похода в ночной клуб. Самых неравнодушных собрал ежегодный форум добровольцев. Помочь по дому взять книгу в библиотеке и даже научить писать электронные письма о самых интересных проектах уходящего года и о том, чего ждут от волонтеров в 2015-м в нашем сюжете. В этом доме Раиса Попкова стала родной. Вот уже 10 лет ее работа дарить внимание. Лучше самой подопечной она знает, куда пересадить цветы и какие книги принести из библиотеки. В своей 87 Анна Матвеевна по-прежнему молода душой и зачитывается любовными романами. Они уже как родные у меня. Просто заболеют, у меня за них тоже душа болит. Они приходят, они рассказывают все свои проблемы. Начинаешь им выручать, советовать что-то. Ну, приходится все делать. Соцработники, волонтеры, члены общественных организаций – все, кто ни словом, а делом помогает старшему поколению. Областной форум собирает их уже в пятый раз. Алексей Транцев приехал, чтобы поделиться опытом, уникальным не только для Самары, но и для России. Наравне со всеми волонтерской работой занимаются инвалиды. Для пенсионеров они ведут курсы компьютерной грамотности. Им становится проще общаться со своими родственниками старшего поколения. Они начинают смотреть несколько другими глазами. И, ну, некоторые из них уже просто в транспорте дергают другую молодежь. Ну, уступите место. В регионе проходит множество акций для старшего поколения. На их поддержку из областной казны выделено более 400 тысяч рублей. Акции такие назывались, как «Ветеран живет рядом», «Весенняя и осенняя неделя добра». В ходе вот только осенней и весенней недели добра у нас более 40 тысяч ветеранов получили различные виды помощи из рук добровольцев. На будущий год участники форума составили обращение ко всем волонтерам региона с призывом мобилизовать усилия. 70-летие Великой Победы готовит еще больше акций для пожилых людей. Ася Кондаурова, Борис Кислицын. Новости губерний. Сызрань. Субтитры подогнал «Симон»